Всем привет, меня зовут Дмитрий Батицкий, и сейчас я уничтожу фильм Пила 8. А еще скоро в хорошем качестве выйдут Пила 9 и Форсаж 9. И если вы очень сильно захотите, я их тоже переиграю и уничтожу. Итак, поехали! Художественный фильм увидел мозаику! Водитель останавливает заранее подготовленный полицейский барьер, но его там никто не встречает. Менты подготовили бочки с водой, подогнали к ним служебные автомобили и ровно без 20 и 12 свалили на бизнес-ланч. А то не дай бог мы еще случайно поймаем нарушителя, и фильм закончится по сути так и не начавшись. Внутри здания тоже никого нет. Хотя для того, чтобы подготовить засаду с шипами и барьерами, мусора должны были точно знать, куда едет нарушитель. Тогда почему внутри здания его никто не встречает? Кстати, откуда у них информация, куда едет злоумышленник? И зачем тогда устраивать за ним погоню? Если тебе необходимо было забраться на крышу этого здания, почему ты сразу к нему не повернул, а вместо этого врезался в полицейский барьер и вел себя так, будто импровизируешь? Если детектив Хаверон не приедет через 17 минут, 5 человек погибнут! Клише. Персонаж взволнован настолько, что ничего толком объяснить не может. И до последнего ведет себя так, будто он и есть террорист. И даже за все время, пока ехал детектив, Лиходей так и не смог взять себя в руки и объяснить всем, что он жертва пилы. И вместо того, чтобы стоять и тупить, он мог бы провести это время в игре Raid Shadow Legends, спонсоре данного видео. И при помощи миллионов комбинаций сражаться с рейдовыми боссами, проходить подземелья, сюжетные кампании, а также сражаться на PvP-арене. Но тому, бедолаге, эта информация уже точно не пригодится. А вот вам в самый раз. Качайте игру по моим ссылкам в описании и создавайте собственную команду, выбирая лучших чемпионов из более чем 500 бойцов с уникальными навыками, которые можно развивать в боях, а также при помощи сотен артефактов. И как будете готовы, вы сможете навалять крупным боссом, таким как Лавовый Рыцарь. У него есть здоровенный щит, который делает его невосприимчивым к урону. Поэтому вам понадобятся чемпионы, которые способны производить несколько ударов при каждой атаке, чтобы снять щит и нанести Рыцарю урон. Попробуйте использовать Арбитра, Аптекаря и Холодное Сердце. В портале можно призывать новых чемпионов в обмен на Осколки. Сегодня мне попались Вояка, Сатир и Разбойник. Но мне уже нравится моя нынешняя команда, и поэтому я отправлюсь в таверну, где смогу пожертвовать новыми чемпионами, чтобы еще больше прокачать своих старых. А в этом месяце в рейд запланирован насыщенный график ивентов, которые начнутся этим летом, а также масса нового контента. Например, есть новая ротация Роковой Башни, и чтобы достичь ее вершины, попробуйте призвать как можно больше новых крутых чемпионов. Кто давно уже хочет помочь моему каналу, но не знает как, то переходите по моим ссылкам в описании, это важно, и качайте Raid Shadow Legends. А еще вы сможете скачать игру по QR-коду. Мне нужно набрать всего лишь 65 инсталлов. Чем больше моих зрителей установят игру, тем больше крутых роликов вы получите взамен. А еще, скачав игру по моим ссылкам, в качестве нового игрока вы получите один древний осколок, 200 тысяч серебра, бустер опыта, колбы пополнения энергии, а также крутого эпического чемпиона Чонору в качестве бонуса. Но поторопитесь, бонус будет доступен только следующие 30 дней. Детектив за 15 минут добрался до места событий по будничным обеденным пробкам, словно у него другой работы нет. Тут ему позавидуют даже самые матерые доставщики пиццы. А если вы позвоните нам прямо сейчас, то получите второго детектива в подарок. Безусловно, бронежилет и жетон детектива необходимо надевать строго по приезду. Сигарету вот заранее закурить не забыл, иначе образ детектива-пофигиста будет неполным. Да и как тебя опустили на оцепленный объект без жетона? Белокожий мусорок от страха даже почернел между кадрами. Если на человека уже направлено 5 стволов, просто необходимо составить им компанию. Сценарист так приказал. А то, глядишь, главгад не сможет свою пулю на детективскую подменить. Положить его? Нет-нет-нет, целься в пульт. Дернется. Разнеси его к чертям. Кто же тогда стрелял в корпус? Ах, вот кто. Знакомьтесь, это новый пила. Ах, да. Внимание, спойлер. Жертва стоит к стрелку полубоком, но пуля входит в тело под прямым углом, что видно даже при извлечении. По всей видимости, горе-снайпер, насмотревшись боевиков, смог закрутить пулю по дуге. Два детектива не в состоянии отличить пулевое ранение, оставленное снайперской винтовкой, от пистолетного. Помимо всего этого, сценарист нарядил стрелка уникальной звуконевоспроизводимой винтовкой без глушителя, чтобы никто из дядей так и не понял, откуда прозвучал роковой выстрел. Действие волшебного усыпляющего порошка прекращается именно после того, как прозвучит пробуждающая сирена. Вот ни раньше, ни позже. Картина называется «Утро после корпоратива на ведерном заводе». У всех ведра чистые, и только у спящего красавца ведро залито краской. Наверное, чтобы еще живехоньки пила смог потом по камерам за своим будущим преемником наблюдать. А то некому потом будет пули по дуге закручивать. Клише. В стрессовой ситуации каждый сам за себя. Хотя не помешало бы объединиться с такими же бедолагами, как и ты, мало ли, в конце понадобится физическая, креативная или коллективная помощь. Покайтесь. Правда освободит вас. Серьезно? Слишком чистая обувь для человека, которого похитили на улице. Или старикан им лично обувь моет, а потом на ручках доносит до места проведения испытания. Жаль, бахилы кончились. Я понимаю, что стресс и все дела, но логично же, что если тянуть за цепь и сопротивляться, тебя все равно рано или поздно притянет к пилам. Так почему бы наоборот не подбежать к ним, пока у тебя есть запас цепи, и не попробовать распилить этими же пилами свои цепи? Ну тупые! И почему бы вам не начать меняться местами, сплетая цепи в одну большую косичку? И в конечном итоге, либо цепи порвутся, либо, что более вероятно, движок, который эти цепи тянет, все-таки накроется. Принесите в жертву немного крови, как я прошу, или примите жестокие последствия. Испытуемой хватило ума догадаться, что нужно делать, но она выбрала одно из самых глупых решений – пожертвовать целым предплечьем правой руки, которая еще и может затянуть по ходу движения пилы. Если речь идет о любом, даже самым скромном кровопускании, можно было додуматься хотя бы пожертвовать подушечкой ладони левой руки. Пухлый решает повторить предплечный метод, а в следующем кадре у него на правой руке ни царапинки. Длина цепи у участников постоянно разная, хотя все начинали одновременно. Наверное, чтобы спящего красавца можно было спасти в самый распоследний момент. Кто-то с той стороны резко потянул за цепь. Казалось бы, фаталити, но и не с таким люди живут. Гример наконец вспомнил о своих прямых обязанностях и быстренько подкрасил толстому руку. Врач после осмотра правого глаза пациента то отходит в сторону, то в следующем кадре сразу же переходит к осмотру левого. Док, нам нужно задать ему пару вопросов. Кого ты собрался допрашивать? Вот этого? Может, все-таки дождемся, когда он перестанет пускать слюни в подушку? Сожалею, детектив. Пуля застряла рядом с сердцем. Он в искусственной коме пока не стабилизируется. Если подстрелянный персонаж еще нужен для сюжета, давайте отправим его в удобную сюжетную кому, чтобы он не мог показания дать. Как скоро? Сейчас трудно сказать. Два дня, две недели, не знаем. Если ты вводишь человека в искусственную кому, ты должна знать, когда он придет в себя. Военный патологоанатом безусловно знает, как выстрелить в человеку под сердце так, чтобы немного недоубить жертву. Когда в актерской школе объясняли, как отыгрывать состояние комы, этот экспонат тряпку ходил мочить. Сначала освободись от цепи, а потом же долби в дверь. Даже если ты ее выбьешь, все равно никуда уйти не сможешь. Интересно было бы посмотреть, как новый пилар шел с трупом по парку и как он его туда вешал. Сейчас где-то в Хогвартсе один Гарри ищет свою мантию-невидимку. Статисту так и не объяснили, что он должен офигевать от увиденного, а не фигней страдать. Отдельный грех за телепортацию статистов между кадрами. А особенно за этого типа, который пешком обогнал бегущую девушку. Ну вот, докатились. Теперь у нас патологоанатомы во фрилансеры заделались. Сначала он стреляет в людей на крышах, тут же средь бела дня едет вешать труп на металлоконструкции моста в парке, после этого занимается семьей и еще успевает на пересменку. А поесть поспать ты тоже успеваешь? Я неспроста отключил телефон, Хеллоран. Отличная идея отключать телефон, когда ты можешь понадобиться в любой момент. Приготовьтесь. Вот сейчас будет наитупейшая тупость. Патологоанатомы снимают ведро, под которым разрезана голова. Вы чувствуете, что здесь что-то не так? Уважаемые киноделы, против вас играет инженер Дмитрий Батицкий, город Краснодар. Вопрос задает сам зритель. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые киноделы. Меня интересует, каким образом пила отперила бедолаги часть головы, но при этом не тронула ведро, которое было надето на его голову. Где осталась верхняя часть головы? В черном ящике? И почему у вашего манекена не соблюдены пропорции человеческого тела? Где вы видели, чтобы мочка уха доходила до нижней челюсти? А теперь, внимание, вопрос. Вы там что? Совсем ебобо? Я знаю, многие из вас скажут. Ну вот же, на этих кадрах видно, что ведро разрезали, а потом обратно склепали. А знаете, что еще я вижу? Что в этой сцене никаких склепок нет. Хотя в обоих сценах персонаж уже мертв. Хеллоран, позовите его! Я его хорошо знаю! Эдгер, какого черта ты творишь? Кит! Привет, дар. Привет, как жизнь? Рад тебя видеть. Отлично. Вы что, знакомы? Да, когда-то служили вместе в армии. Привет, Анна. Мы были соседями. Эдгар Мансон убил мою жену. Привет, Эдгар. Герои живут в тесном, уютном мирке, где все друг с другом случайным образом связаны. Как неожиданно. Вы что, знакомы? Да, когда-то служили вместе в армии. Каким образом ты узнал в полуобезглавленном трупе своего сослуживца? Вы что, в кавалерии служили, где он был всадником без головы? Или его могучий статный торс напомнил тебе о службе в гей-войсках? Соболезную насчет твоей жены Кристин. Все нормально, брат? То есть, пару лет назад у него умерла жена, и только сейчас ты выражаешь ему соболезнование? А где же ты раньше был, если вы живете и работаете в одном городе? Хотя бы позвонить, поддержать человека можно-то было. Я что, похож на абонента? Все нормально, брат? Да какой ты брат ему? Гнида черножопая. Натягиваются все пять цепей, несмотря на то, что один участник уже выпилился. В следующем кадре его цепь так и остается висеть. Участник с афроамериканским оттенком кожи, чья цепь крайне правая, пошел в крайнюю левую часть комнаты, но его цепь натягивается то прямо перед собой, то по диагонали. В физике это явление известно, как раб Шрёдингера. И на кой хрен ты обмоталась вокруг колонны с колючей проволокой? Ты не подумала, что в скором времени будешь насажена на эту же самую проволоку? Да выебывалась. Я понимаю, что стресс и все такое, но вам не приходила в голову мысль подойти и скинуть цепи со своих дисков. Кукла с диктофоном уже успела пылью покрыться, но сценарист дал указание заметить диктофон в самый распоследний момент, чтобы интрига какая-то была. Служу сценарному союзу! Откуда Крамер знает о происшествии в подворотне? А если присутствовал там, то почему не помог умирающий? Что же это получается? Всех осуждаю, а сам не помогаю. Зато из себя святого корчит. И почему вместе с толстушкой за воровкой никто больше не побежал? А подруга до чего сидит? Ждет, пока счет принесут или жопой в стул бросла? А это и вообще весело. Откуда Крамер узнал, сколько денег было в кошельке у жертвы? Да об этом кроме ворюги никто и знать-то не мог. Даже хозяйка кошелька либо в этой подворотне сюжетный квадрокоптер летал, либо Крамер из-за угла разглядел эти 3 доллара 53 цента при помощи старческой дальнозоркости. Вот вы, не заглядывая в кошелек, напишите в комментариях точное количество рублей и копеек, которые сейчас находятся у вас в кошельке. А потом откройте кошелек и посмотрите, сколько там на самом деле. А вот Пилат точно знает сколько. Он уже давно все просчитал, даже вашу мелочь. Любой уважающий себя вор выслеживает жертву у банкоматов, чтобы у бедолаги точно наличка с собой была. Че ты рандомную сумку-то хватаешь? Вот сейчас будет действительно тупой момент. Если не сделаете правильный укол, то всех вас ждет смерть. Перед уколом в обязательном порядке необходимо выпустить лишний воздух из шприца, чтобы пациент не отъехал к дальним родственникам раньше времени. А раз уж ты будешь выпускать воздух, то немного жидкости прольется и на пол, как у всех нормальных врачей. Ну так и брызнет и из каждого шприца на окровавленную куртку, например. После одного из брызгов жидкость начнет шипеть. Так ты вычислишь шприц с кислотой. Крамер там часом лоботомию нашим сообразительным не делал. Уважаемый сценарист, на будущее. Просто воткнуть шприцы в человека недостаточно. Нужно еще каждый поршень вдавить большим пальцем. Но с какого-то хрена ошейники сразу после втыкания у всех разом открылись. Кстати, круглый втыкал шприцы в растопырку, как росомаха. А в этом кадре они скучковались, будто их аккуратненько поочередно втыкали. Прям укол перфекциониста. Логично предположить, что шприц с цифрами 3,53 и есть спасительный. Однако, он же как раз наоборот вполне может содержать и кислоту. Дескать, из-за 3 долларов 53 центов умер человек. И теперь шприц с этими же цифрами убьет и тебя. Замкнутый круг какой-то. Зрители гадали-гадали, какой логичнее выбрать, а ответ так и не получили. Ну а за такие поступки лично я называю персонажей верными рабами сценариста. Ну освободились вы от цепей. Ну ищите же дружно выход из этого амбара. Ломайте стены подручными предметами, коих в амбаре хоть отбавляй. Зачем идти дальше к новым ловушкам? В конце концов, вам в этом амбаре ничего не угрожает. И даже просто сидеть в безопасном месте намного логичнее, чем в очередной раз рисковать собственными жизнями. Внутри еще есть цифры. Это может быть комбинация. Так, для того, чтобы идти дальше, нужно еще и код к двери подбирать. Хрен с ним, но неужели никому в голову не пришло подложить в дверной проем какие-нибудь грабли, лопаты, да что угодно, что под руку попадется и под ногами валяется. Нам сценарист не разрешает. А, тогда ладно. Получайте. По-моему, мы где-то в деревне. Вы только что были в амбаре. Почему там не смотрели между досок, которые можно было сломать и вылезти на улицу? Нет, я попробую здесь вырвать руками арматуру и свалить через окошко, куда даже моя ряха не пролезет. Спасите, помогите! Ты что? Застоял? Нет. Я просто отдыхаю. Почему меня наказывают за то, что сделал он? А? Если бы он не заснул, он бы не перевернулся и наш малыш не задохнулся бы. Всепорядочная, видя, как козявит барсеточницу, до сих пор искусно играет удивление, будто она и правда не понимает, в чем она виновата. Ничего-ничего, весна покажет, кто где срал. Нет, нет! Там нет выхода, ясно же написано! Мич прав, я не думаю, что ты... Назад! Мать вашу! Пухлый весь фильм терпеливо играл по правилам пилы, всех товарищей к этому же призывал, брал инициативу на себя и тут ни с того ни с сего забил на все огромный болт и пошел против правил. Вы самое слабое звено. Прощайте. И как удачно, что именно круглый попал в эту ловушку, а не скажем, афробайкер, для которого пила приготовил индивидуальное символичное испытание. Служу сценарному союзу. Два. Трещина в полу меняется в размерах между кадрами. Как удачно, что афроковырятель разломал пол именно в том месте, где лежал диктофон. Трос весь в крови, а штаны даже не порвались. Мы только что видели, как грабли расхуярило тросами, так давайте же теперь туда руку засунем, а вось не оттяпает. Доктор Нельсон, еще труп, возможно самоубийца. Андрюх, у нас труп, возможно криминал, по коням. Наш патологофрилансер во время своей смены съездил, забрал тело форточницы-заменительницы, прошел мимо охранника на рецепшене и скинул труп с крыши. Да верни ты уже Гарри Поттеру его мантию-невидимку. Как-то слабо верится, что ты отбросил труп так далеко от здания. Тело максимум в двух метрах от него бы лежало. Или ветром сдуло. В мышечных тканях нехватка аденозин-трифосфата, трупное коченение, она явно умерла не от падения. И зачем вообще инсценировать самоубийство, если ты потом сам опровергаешь эту версию? Что тебе мешало просто подбросить тело на улицу? Так просто ты челюсть покойному не разомкнешь. Трупное коченение. И снова какая-то замануха. Но на этот раз мы точно не лоханемся и вставим какие-нибудь грабли в дверной проем. Нет? Ну ладно. Кстати, вот здесь мы видим, что у этой двери вовсе нет никакого механизма для автоматического закрывания. В явную западню обязательно нужно входить вдвоем. Ясен пень, что ты не дотянешься до диктофона, но теми же граблями ты вполне мог до него дотянуться. Грабли, я так понимаю, в этом фильме вообще незаменимый инструмент. Вот бы еще добавить персонажам каплю мозга, глядишь, больше подыхать бы не пришлось. В детских сказах, что ли, не читали? Достаточно же крикнуть. Или уж в крайнем случае. Как испытуемые слышат друг друга. У этой камеры нет микрофона. Под ногтями нашей первой жертвы кровь Джона Крамера, известного как Пилам. Спасибо, что ты детективам объясняешь, кто такой Крамер. Они же не знают. Я, слава богу, в таких ловушках не бывал. Но что-то мне подсказывает, что если ты будешь держаться на поверхности зерна, а не стоять как истукан, то тебя именно так не засыпет. Это же не вода и не бетон. Попробуй-ка укрыться вот этой циркуляркой, как щитом. Нет? Не будешь даже пробовать? Ну тогда получай гвоздями. Кстати, слабо верится, что брошенные случайным образом гвозди вот так воткнутся, как на магничные. А вот от таких травм либо теряют сознание, либо умирают на месте от болевого шока, а никак не корчатся, как от судороги. Машину глушить и фары тушить вовсе не обязательно. Кто ж будет отвлекаться на такую ерунду? Что это такое? Ну, девушке должно быть хобби. Только не говори, что ты сама собрала все эти ловушки. Вы что, вместе с фрилансера анатомом одни и те же курсы ловушка строения заканчивали? А материал для ловушек где взяла? На какие шиши, собственно говоря? Клише, все охранники беспомощные лобони, которые не прочь подавить на массу в перерывах между разгадыванием сканвордов. Заходи, твори, что хочешь, лишь бы по-мытому не топтался. У нас тут коллеги ногу отяпало, так давайте положим его прямо на солому. И даже стелить под него ничего не будем, чтобы культе побольше херни прилипло. И, конечно же, первую медицинскую помощь на месте оказывать вовсе не обязательно. Сначала оттащим 100-килограммовую тушу в центр комнаты и только потом будем соображалку включать. Потому что на уроках ОБЖ мы, знаете ли, в крестики-нолики в детстве играли. Так ты еще, сука, и спать успеваешь! И сразу вопрос. Почему у тебя на спине косые шрамы, если пилы, которые их оставили, располагались параллельно? При первом просмотре фильма эти шрамы напомнили мне чувака из первого испытания. Но именно из-за косых шрамов я подумал, да не, это точно не он. У этого должны быть горизонтальные шрамы. Как же хорошо, что афропредприниматель дожил до этого момента. Иначе кого бы наказывать пришлось? И от циркулярки я ушел, и от повешения ушел, и граблями мне не прилетело. Ты признался, что продал мальчишке мотоцикл, хотя ты знал, что у него сломаны тормоза, а ему обеспечил верную смерть. Ну что ж ты за мразь-то такая? Любой адекватный человек сначала устранит неисправность, а уже потом будет продавать товар, накинув за ремонт. И это вопрос даже не какой-то там этики, а с самой элементарной вменяемости. Петух Гамбургский! Грузовик в кустах. Обыграйте вы причину, по которой грузовик не смог затормозить. Нет же, нам надо избавиться от персонажа, пусть его втетерит свалившийся с неба грузовик. Это был мой племянник, и он никому не делал зла. Вот это я называю сценарная импотенция. Когда идеи заканчиваются, давайте приплетем сюда очередного родственничка, о котором все семь частей никто не вспоминал. Как удачно и афроаферист стоял на том самом месте, где его терпеливо ждала растяжка, и под ноги смотреть он так и не научился. В другом месте кассета не слушается. Ежу, ведь понятно, что этот чант для тебя, но так попытайся раскачаться из стороны в сторону и зацепить за ближайшую балку. Нет? Будешь покорно висеть? Вот же, ты только что схватился за мотоцикл, давай, не тупи. Ай, блин. Диск сломал арматуру? Иси боже, иси боже, иси боже, сделаны наши диски. Сплав Титана с щитом капитана вместе с когтем росомахи. Товарищ сценарист, если и подсовываешь какие-нибудь предметы героям под ноги, не вздумай в следующий раз подкладывать арматуру. Тебе погнуть ее она вряд ли удастся, не говоря уже о том, чтобы переломать пополам, как гнилую древесину. Это же Ар, сука! Мар, падла, тура! И еще, если бы даже арматура сломалась, то с большей долей вероятности на полных оборотах колесного диска. А не тогда, когда диск об эту арматуру уже застопорился и только начинает набирать обороты. А ты, красавица, если и надумала помогать, то хотя бы попытайся подложить арматуру под колесный диск, чтобы он слетел с места контакта. И желательно, конечно, подать будущему Афрофаршу сюжетные грабли, чтобы он быстрее до тормоза дотянулся. Волшебная пробуждающая сыворотка начинает действовать до попадания в вену. Достаточно лишь, чтобы она в колбу попала. Как тебе такое, Илон Маск? Зачем пила младший пробудил увольня перед тем, как его спиздить? Хотел немного попугать бедолагу или тебе в кайф таскать по улице орущего мужика? Человек, выходящий из комы, обычно еще долго приходит в себя, а этот сразу одуплился, словно от кошмара проснулся. Вот что бывает, когда в актерской школе зачеты ставишь через старосту. У нас тут творится какая-то мистическая херобостия с воскрешением давно умершего маньяка. Так давайте привелось им на эксгумацию репортеров и устроим из этого шоу в прямом эфире, чтобы когда в могиле окажется тело постороннего мужика, побольше честных граждан подобосралось. Нам же как раз сейчас нужна всеобщая паника. Если в эту могилу только что подкинули чужой труп, то земля на этом месте должна быть свежеперекопанная. Этот факт никого не насторожил. Вытяни руки вперед, брат. Секундочку, ты правда считаешь, что у тебя достаточно доказательств для того, чтобы сажать фрилансера? Ну приехал он туда, ловушки рассматривал, и это доказывает, Хелоран. Кто приказал целиться в пульт? Откуда ты знаешь, что Хелоран приказал стрелять в пульт? Что Хелоран нашел труп? Вот как раз за такие заявления тебя уже можно упаковывать. Позволь мне вскрыть Эдгара Мансона, и мы свяжем пулю с оружием Хелорана. Ты вообще детектив или где? Тебе тут хуй в ухо вкручивают, а ты и рад верить первым же малоубедительным гипотезам. Это как раз твоя работа строить догадки и проверять слова подозреваемых. Да любой нормальный детектив вскроет эту схему по щелчку пальцев. Позволь мне вскрыть Эдгара Мансона, и мы свяжем пулю с оружием Хелорана. Зачем вскрывать тело, если тебе всего лишь нужно извлечь пулю? На что рассчитывал Айболит, что опытный детектив, ветеран войны не разглядит, что ты перед его носом пулю меняешь? Надо же, прокатило. Ну прям Дэвид Блэйн в рот мне ноги. А ты не мог заранее вытащить снайперскую пулю и заменить ее детективской? Ты же с этим телом не одну сотню метров уже намотал. И на крыше должна была остаться настоящая детективская пуля вместе с гильзой, которой приобщили бы к делу. Да у них каждый патрон подотчетен, был один выстрел, осталась одна гильза, но пули почему-то две. И этого кретина вообще ничего не смущает. Тьфу, на тебя. Поищу ховерно. Но так и не найду его до конца фильма. А на звонки детектив не отвечает, потому что сюжет в этом случае не сложится. Господи. Ради абсолютно непредсказуемого финала нас заставляют подозревать, коллегу Олега. Чтобы настоящий маньяк с херали непонятно начал бояться безобидную ассистентку. И почему оба патологоанатома одновременно не на работе? Других мясников, судя по сюжету, в этом городе нет. Все через этих двоих проходит. Так кто сейчас вместо вас в морге ожидает других отопырившихся граждан? Аргумент. А про второго полудетектива ты забыла? Пусть он туда и едет. Отличная идея колоть человека в шею до упора. Надо было взять иглу еще длиннее, чтобы уже сразу насквозь. События данной сцены разворачиваются еще до событий первой части. Кстати, это был главный сюжетный поворот фильма. Если я кому-то из вас испортил впечатление от просмотра, то... То нахрена вы смотрите подробный разбор фильма? Тут по определению никак не обойтись без спойлеров. Ну даете вообще. Так вот, идея с нелинейным повествованием действительно достойная. Но вы же не забывайте, что актеры со временем не молодеют. Почему Крамер во время самой первой игры выглядел гораздо старше, чем в последующих играх, во время которых он к тому же чувствовал себя гораздо хуже из-за болезни. Твоя жизнь без рассудствия и вранья началась в старших классах. Ты машину сначала останови и успокаивай кого хочешь, либо крепче за шоферку держись. Неужели на американских автомобилях беззобаки расположены спереди и взрываются при малейшем ударе, а сами машины не продолжают после этого движения по инерции, будто их стоячими и взрывали. А, ну вообще-то да, именно так они и снимали. Историю пишут победители, именно поэтому на ФНАФа не посадили. И раз даже следователи не смогли собрать доказательства его вины, то откуда Пила узнал подробности этой истории? Как раз в это время за кефиром мимо проходил? Тогда почему не дал показания в суде, а устроил тут линчевание взрослому мужику за ошибки молодости двадцатилетней сука-давности? А вот с подбором актера на роль молодого Винни-Пуха получилось действительно достойно. Так, а сейчас слушаем особо внимательно. Многие совершенно неверно поняли суть следующей сцены. Но я смотрю тебе не до этого. Ты до сих пор пытаешься повторить вот этот жест. Так что поставь видео на паузу, потренируйся, а потом продолжим. Так вот, что же произошло в этой сцене? Он просто перепутал имена на рентгеновском снимке. Многие подумали, что раз снимки перепутали, значит Крамер вовсе не был болен. И это перечеркивает события всех предыдущих частей. Но на самом деле все наоборот. У Крамера как раз таки и была опухоль, но на его снимок наклеили чужое имя. И болезнь приписали другому человеку, в то время как Джона признали здоровым. А вот когда выяснилось, что на самом деле все это время у Крамера все-таки был рак, было уже слишком поздно. И его опухоль признали неоперабельной. Так что как раз вот этот замут сценаристы довольно грамотно приколхозили к оригинальному сюжету. И не понял, ты че там жрешь что ли? В тихом американском городке Талантлес Скринрайтервиль произошла ужасная трагедия. 35-летняя домохозяйка нашла бездыханное тело своего малыша рядом со спящим мужем. Мужчина перевернулся во сне и задушил младенца. По делу домашнего душителя было возбуждено уголовное дело, но мужчину признали психически невменяемым и тот был отправлен в психиатрическую лечебницу, где и провел последние дни своей жизни. Все бы ничего, только мы разузнали альтернативную версию развития событий. Сразу же после короткой рекламной паузы в студии появится сосед супругов, 52-летний Джон Крамер, который своими глазами видел, что же произошло в ту ночь на самом деле. Привет, Анна. Я понимаю, что бывают разные отбитые на всю голову мамаши, но это кем надо быть, чтобы найти такой выход из ситуации. Но если уж все настолько плохо, ну позвони ты матери, подругам, найди сиделку, до того же Крамера попроси помочь, может он умеет с детьми обращаться. Да на крайний случай просто забей на все и сбеги из дома в ближайшем отеле. Но не убивать же ребенка, чтобы тот заткнулся. Да и сценарист мог бы придумать что-то поинтереснее, чем мать кукушку. Даже если прописать, что она встретила мужчину с ребенком от первого брака, то тут уже хоть мотив убийства прорисовывается. Нет же, у нас в сюжете будет баба, которая думает тем же местом, что и рожала. А этот неплохо так храпака давит. Это ж на какой стройке надо работать, чтобы не проснуться под сводящий с ума вопль личинуса. Да и Крамер хорош, от его бездействия погиб невинный мужчина, а он все строит из себя благодетеля. И больше всего бесит, что кукушка до последнего продолжает отпираться. Перед тобой стоит человек, который наказывает чувака за ошибку 20-ти летней давности, свидетелей которой не было. И ты думаешь, что он, будучи твоим соседом, не мог знать, что там на самом деле у вас произошло. Последний шанс. Оказавшись перед Крамером, что ты ему скажешь? Я ничего не сделала, Джон. Ты знаешь меня. Почему ты так поступаешь со мной? Расстрелять нахуй. Это ферма семьи Джил так. Жены пилы. Хотя закрыты уже много лет. Здесь проводились первые игры, трупы до сих пор там лежат. И за 10 лет копы не додумались проверить имущество всех родственников Крамера. На деле этот амбар прошерстили бы в первую очередь после каменгауда пилы. При открывании дверей свет в салоне загорается и тут же гаснет до закрытия дверей. Хелоран это Хант. Перезвони мне. Мы в доме Хелорана, но его здесь нет. Сэр? Нужно задержать его. Сейчас же! Даже ни капли сомнений, ни секунды раздумий. Ладно ты долбоюб, но нормальный детектив же додумается хранить такие вещи вне дома. У детектива нашли куски кожи, арестовать его. Своей головы нет, куда ветер подует, туда и смотрит. Детектив Люгер. И на этом роль нашего продвигателя сюжета заканчивается. Его просто вычеркнули из фильма. Вот что я называю экономия времени и негров. Кровь свежая, хотя на теле ее владельца она еще утром свернулась. Ты, ты одержима Джоном Крамером с самого начала. Тот веб-сайт твоя ловушка. Как же глупо выглядит эта сцена, когда знаешь кто есть кто. Вот чего ты хочешь добиться, чтобы она сама поверила, что она и есть пила? Тут нет третьего человека, ради которого можно такой спектакль устроить. Вдвоем в мафию не играют, алло. Сука, меня уже дергать начинает. Пожалуй, я немного поиграю с осчетчиком грехов. А теперь можно и продолжать. Сценарист перепутал газовый ключ с валерьянкой. А то, что ты так скорее череп пробьешь, чем вырубишь человека, он и не слышал. В других же фильмах прокатывает. Маньяк чересчур усердно входит в образ жертвы, начиная свой спектакль еще до пробуждения единственного зрителя. Приветствую вас. Как ты включил запись? Или ты так хорошо время рассчитал, чтобы жертва проснулась в нужный момент, а запись включилась аккурат после вашей беседы? Это каким же нужно быть кретином, чтобы будущий детективом, видя в действии волшебный внеземной лазерный резак, не задастся вопросом, какого лося он не наносит урон голове жертвы, но зато нехилоко цейд шею? Это каким же нужно быть кретином, чтобы надеяться, что заслуженный детектив Соединенных Штатов поведется на такой кривой косплей на пилу Родина ждет своих героев сдорожает дураков Где ты надыбал столько чудо-лазеров? Вам что, их в учреждения в форуме привозят? Или ты у себя выращиваешь лазерно-резачное дерево? Да из этих лазеров можно слово лазер выложить Мне вот интересно, как ты потом за них будешь отчитываться и на кого пропажу повесишь? И как ты переапгрейдил кучу лазеров, чтобы они светили точно так же, как настоящий, но при этом не наносили вреда? Да и вообще, одна лишь вот эта финальная сцена настоящий подарок для киногрешников погоди киногрешник это по идее тот, кто совершает киногрехи а как тогда называется тот, который их находит и преподносит зрителям? Киногрехоискатель Киногрехощитовод Коз, привет мы тут с брательником третий разбор пилы снимаем и у нас возник вопрос как вообще называется блогер, который выпускает киногрехи А хрен его знает меня как тарас киногиллер грехотелом обозвал Ваша очередь детектив нет 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 я выиграл выиграл осознайся ладно я подделывал всякие улики я брал взятки невинные люди умирали из-за меня выебал ты отзыву будешь еще пус ебать нет стопэ как ты отключил лазеры неподвижно лежа на полу играя роль трупа не имея при этом в руках никакого пульта люди умирали из-за меня клише запись включается именно на самом важном моменте а не на том когда ее только запустили да и что же тебе даст это абстрактное признание вот выебал ты отзыву куда конкретнее а это что невинные люди умирали из-за меня кто когда сколько коз переебал когда сильно возмущалась что наделал а так грош цена такой записи кстати по закону запись диктофона в американских судах к делу не приобщается и детектив должен такие вещи знать 10 лет назад в этом амбаре состоялась игра участников которой по всей видимости признали великомучениками и причислили к лику святых раз за 10 лет их тела остались нетленными так еще никого и не смутила вонища которая образовалась в результате гниения этих мумий спустя 10 лет я воссоздал игру пилы с преступниками из проваленных тобой дел причем очень похожих на тех кто был в оригинальной игре барсеточница с такой же стрижкой по чьей вине также умерла ограбленная жертва такой же чернокожий мота фирюга ведь иначе испытания с байком не имеет смысла и валера а еще участники вели себя именно так как на домовом пиле и погибали именно в нужной последовательности во время определенных испытаний так и вообще какой смысл подбирать похожих жертв если тела так и не нашли и вот этот изюг никто не поймет и не оценит монтажер додумался склеить два кадра так чтобы пораженный кислотой участок оказался с разных сторон интересно так же ли я хорош как он так же талантлив нет я создал игру которой казалось бы управляет пила включи меня точно следуй моим инструкциям кто знает как называется эта программа для подделывания голоса вроде как в аудиошопе такое возможно даже если ты слепил это из разных кусков монологов крамера то такой плавной и естественной речи не получится на разных записях разное качество звучания разная интонация и темп голоса в итоге получается дерганная речь наподобие как говорит Siri или Google и будет сразу понятно что это вовсе не крамер а кто-то решил побаловаться не говоря уже о том что тебе банально не хватит словарного запаса а на этих записях крамер говорит о конкретных людях и конкретных ситуациях и вероятность того что такое уже было ниже чем уровень развития сценариста который все это придумывал ты же и сам понимаешь что тебе сда так дерни его за шкварник чтобы ему всю башку расфоршмачило а там может и рыжая вернется с подмогой а что терял этот штрих в случае отказа от игры как ты заставил его следовать правилам преступник пожалел 5 незнакомых человек и подставился под пули даже не сомневаясь что это может быть розыгрыш так еще он нажал на кнопку которая запустила игру то есть если бы он послал пилу нафиг то и сам бы остался жив и игра бы не запустилась это вот это сценаристы гады написали понимаешь морда им понабивайся вместе мы создали наследие слышь наследник если крамер сам провалил твое испытание это значит что ты очистился и заслуживаешь место в команде почему пила не повторил испытание где ты был все эти 10 лет почему в центре событий были другие сообщники а тебе ни слова ради эффектного кадра создатели забили на здравый смысл и решили превратить голову человека в бесхребетного кальмара давай по новой миша все хреновые тамада и конкурсы так себе ты что ты сидишь время видел я просто спать иди хорошо опять смотрите фильмы сердцем но мозг нет ты слышал меня нет это в это Продолжение следует...